Добрый вечер, коллеги! Начинаем очередное заседание Добро Носева нашего семинара «Русская философия». Сегодня у нас, я бы сказал, тема редкостная, но она относится, если говорить формально, возможно, к философии естественного знания, хотя это, видимо, слишком формально. И, поскольку автор, о котором сегодня будем говорить, это Афанок Сёдов, он, конечно, философ, чистый философ, вот он задел в область, которая пересекается с тем, что сейчас мы называем специальной общей теорией относительности, и, кстати говоря, он сам даже на одной своей публикации говорил о этих пересечениях. Но, учитывая, что в 1905 году была первая публикация посвященная со специальной теорией относительности и встали наши коллектодинамики двигающихся средств, предметов, объектов, которые, собственно, основаны со специальной теорией относительности. Философии на сегодняшний наш вечер – это еще своеобразное дание юбилея, да, появление специальной теории относительности на свет Божий. Но, на самом деле, вы, я думаю, поймете, что дело не у Стэнни, а дело, собственно, больше от интерпании Аксёновья, потому что сегодня больше и будет речь. Наш любимый автор Сергей Александрович Жигалкин потратил довольно много времени на то, чтобы наследие этого забытого мыслителя вернуть к современности. И вот перед вами остальное, я думаю, все будет сегодня ничего сказано. Поэтому сегодняшний жанр вечера – еще и возвращение из-за любви имен. Как обычно, час доклада, и часа может чуть больше вопросов ответить. Ну, всем добрый вечер, во-первых. И я постараюсь уложиться в час, и я примерно так расскажу вообще о чем речь, немного о теории. Ну, думаю, что часа приблизительно хватит. Сегодня мы будем говорить о малоизвестном, даже, можно сказать, просто практически неизвестном русском философе. Его зовут Митрофан Семенович Аксёнов. В конце 19 века он разработал концепцию, философскую концепцию, где речь идет о пространственном временном представлении Вселенной. До этого ничего подобного не было нигде и никогда. Потом он опубликовал книгу свою философскую в 1896 году. Через 12 лет после этой книги вот та же концепция, совершенно та же, но только она упрощенная, потому что она взята не в философском аспекте, была уже в чисто научном, она была провозглашена таким физиком Германом Минковским и легла в основу теории относительности позже. И это пространство сейчас, пространство такое вот Минковского, известно как пространство-время Минковского Эйнштейна. Сначала я скажу пару слов о самом Аксёнове. Во-первых, о его жизни, вот кто он такой, как, неизвестно практически ничего. Все, что можно сказать о нем, это можно подчеркнуть вот из книг, которые он написал только. Из этих книг приблизительно так складывается, ну просто о его жизни, что, во-первых, он был человек такой православный, потому что он во всех книгах, когда касается евангельских тем, очень почтительно к этому относится. Он прекрасно знал классическую философию Канта, Лейбница, Спиноза, знал математику и физику более-менее хорошо, то есть человек был образованный. Прекрасно знал немецкий, французский, латынь, греческий, английский не знал. Когда читаешь его книги, вот по языку и по всему, первое впечатление складывается, что это такой вот какой-то провинциальный философ, вот такой вот просто самородок. Но на самом деле это не так, потому что он появлялся и в университетских кругах, и там был знаком с многими людьми, и печатался в журналах. То есть он так не был сильно известный, но как-то был все-таки известный. И вот его эта книга, она, вот почему она вот такая забытая и непризнанная даже была в свое время? Здесь я могу сказать, что этому есть два фактора неизвестности Аксенова. Во-первых, это абсолютная новизна его философии. Это вовсе не комментарий, не античной философии, не немецкой классической, никакой. Это просто совершенно новая идея, которая, ну, она просто новая для нашего времени. Может быть, там когда-то в древности там все это было, но вот приемы это совершенно новое. И поэтому в университетских кругах, везде, куда он приходил, ну, это было встречено там пожиманием плечами и недоумением. То есть называли просто, ну, это бред сумасшедшего какой-то, здесь, в общем-то, не о чем даже и говорить. То есть он нигде не смог ее вот так вот продвинуть, что называется. В этом смысле, ну, понятно, там в России продвинуть новую идею там труднее, чем на Западе, но и везде это трудно. Вот мы можем в этом плане вспомнить, например, был такой математик Лобачевский. Вот он, значит, вот разработал свою, значит, теорию, и чтобы сделать ее известной, чтобы ее вот, чтобы она была тоже абсолютно новой, чтобы ее вот сделать известной, он потратил еще больше времени, чем на разработку свою теорию. Сколько он там ходил, сколько он там добивался, это просто ужас. Я, вот кто не знает, могу сказать, что был такой еще математик Яныш Баяй, который жил в Трансильвании. И он разработал совершенно точно самую такую же теорию, как и Лобачевский, буквально. Но только он опоздал и опубликовал ее на месяц или полтора позже, чем Лобачевский. И когда Яныш Баяй узнал, что только месяц назад вышла уже эта теория, он просто, у него было умственное помешательство, он больше ничего не писал, и совершенно это был перелом его жизни радикальный и капитальный. То есть первый фактор – это абсолютная новизна, с которой он не справился, чтобы сделать это известным, просто не справился вот так вот организационно. А второй фактор – это теория относительности. То есть все равно это некое предварение теории относительности. И когда пошла сама теория относительности, и там всплыли имена, такие как Эйнштейн, Менковский и прочее, прочее, то до Аксенова никому не было дела. Уже не нужно было там каких-то выискивать людей, которые до этого сказали очень многое из того, что было потом сказано. То есть совершенно не нужен был персонаж еще лишний, который раньше от Менковского эту концепцию выдвинул. Ну, я думаю, что это такие два фактора его неизвестности. Значит, всего за свою жизнь он опубликовал, кроме переводов, он там делал переводы Карла Дюпрелли, такого, которого он уважал, а собственных книг у него всего пять. Это такие, трансцендентальная кинетическая теория времени, первая, основная книга, где он все свои идеи, в общем-то, изложил. Ну, потом его проходная книга «Жизнь и смерть» по Дюпреллю, потом книга «Опыт метагеометрической философии» в 12-м году, и последние две книги «Нет времени» одна называется, а другая «Нет смерти». Последняя книга опубликована в 1918 году, после чего его следы окончательно теряются. Теперь, значит, вот побудительные мотивы его философии. Он сам говорит о двух мотивах, которые побудили вообще размышлять и строить эту теорию. Первый мотив – это, как он говорит, нелепость обычного воззрения на время и существование. То есть, что это значит? Ну, это значит так, что, в общем-то, вот мы считаем, что вот то, что прошло, вот все прошлое, оно не существует, потому что оно уже ушло, нет. Будущее тоже не существует, его нет. Но и настоящее, это же только, ну, как бы мгновение, которое, по сути дела, является отпечатком уже прошлого. То есть, получается, что ничего не существует, в то время, как все мы знаем, что что-то существует. Это он называл нелепым воззрением на существование, которое надо было как-то разрешить. Это первое, что его подвигло. Мотив. А второй мотив, как он сам говорит, это необъяснимость того, каким образом, ну, в зародуши или, скажем, в желуде уже заложены все свойства огромного дуба. Каким образом так может получиться, что вот ничтожная какая-то крупинка содержит уже сложнейший там биологический или там живой или там человеческую такую всю субстанцию. И вот его философия, она дает разъяснение этих двух вопросов, они там становятся предельно ясны. Теперь я хочу, прежде чем перейти к Аксену, сказать вообще о проблематике его философии, вообще в философии, вот на какие вопросы он отвечает, чем занимается его философия и так далее. Для этого я предлагаю взглянуть на его философию, на вопросы, которые он ставил перед собой, ну, с точки зрения, допустим, Мартина Хайдегера. Значит, вот в каком плане. Хайдегер считает, что есть всего один метафизический вопрос, который формулируется по-разному, но он один, он связан с бытием как таковым, со встречей с этим бытием и так далее. Формулировок много, но сам Хайдегер предпочитает так формулировать этот вопрос. Почему вообще существует сущее, а не ничто? Этот вопрос Хайдегер называет основным, ну, таким основным философским вопросом. Ну, понятно, что разумный ответ на этот вопрос логически никакой невозможен, ни один философ не может его дать, и Хайдегер двигается к этому вопросу другим образом, ну, чисто экзотициальным, но мы об этом не будем говорить, это не так важно. Так вот этот вопрос основной, почему все досущее, а не ничто, из него вытекает два следующих, как бы, вопроса. Это такие, первый вопрос, что есть сущее, и, то есть, собственно, что такое этот мир, есть как он устроен, что такое все вокруг. И вот вопрос, что есть сущее, распадается на два аспекта. Во-первых, как оно устроено, то есть, ну, такая космогония этого сущего, и, во-вторых, каков способ существования сущего, то есть, каким образом это сущее существует. Так вот, с точки зрения философского философия, Аксенов целиком и полностью, вся его философия посвящена ответу на именно второй вопрос, то есть, каким образом может существовать то, что существует. Я, чтобы для ясности, приведу, ну, какие-то примеры ответов на этот вопрос из других там философий разных мифологий. Ну, современная точка зрения, о которой я уже говорил, по Аксену, она нелепая, потому что из нее выходит, что вообще ничего не существует. Раз нет прошлого, нет будущего, нет настоящего, то ничего и нет. То есть, в разумительного ответа на этот вопрос современная точка зрения, такая обыденная, она не содержит. Есть античные точки зрения, то есть, ответы на этот вопрос, они связаны вот с чем, что вот то, что было, то, что будет, то, что есть, вот оно каким-то образом существует, но как бы не здесь, а где-то еще. Если мы возьмем, например, Платона, то речь у нас пойдет об эйдосах тогда, там, об умозрительном. Но если возьмем мы стоиков, то речь пойдет тогда о сперматических логосах и праве веществе. То есть, все это как бы оно и есть. Если возьмем Аристотеля, то мы должны будем говорить о существующем актуально и существующем потенциально. Если возьмем неоплатоников, допустим, Платина, то тогда мы должны будем говорить о едином данном как многое, причем данном разуму. То есть, все разум где-то как-то есть во временном каком-то непонятном тайном измерении. Если мы обратимся к индуизму, скажем, Кадва и Тавиданке, ну, там получится просто, потому что там просто считается, что этого мира вообще просто нет. Это иллюзия, нет ничего, кроме Брахмана. Он никогда не был создан, создан, но его просто нет, поэтому говорить, в общем-то, не о чем. У Канта способ существования мира считается непознаваемым. Но он есть, он реально существует, но в таком трансцендентальном измерении, недоступном для нас. Наш мир – это преломленное в нашем сознании представление о вне временной вещи самой по себе. Сама по себе вещь существует, как-то где-то она есть, мы просто о ней не знаем и не можем никогда узнать. Но она есть, то есть способ существования по Канту есть, но мы его не знаем. У Ницше способ существования получится просто, потому что философия Ницше связана с идеей вечного возвращения, и раз, значит, вот мир, он там возвращается через определенные времена опять и опять, то каждое мгновение, которое прошло, оно является и приходящим, и вечным одновременно. То есть оно приходящее, потому что оно уходит, и оно вечное, потому что оно не исчезает, но оно опять будет. То есть наш приходящий мир, Поницше, получается как бы погруженный в вечность. Это просто мир, приходящий, погруженный в вечность. Вот так получается по Аксенову. Ну, а по Аксенову, как мы увидим дальше, ответ будет вполне очевиден. В каком-то смысле, очень таком, конечно, грубом, но можно сказать так, с натяжкой, что, в общем-то, вот философия Аксенова – это такой вот интеллектуальный черновой эскиз кантовской вещи самой по себе. Вот так можно сказать. Ну, я бы так сказал. Теперь, значит, ну давайте попробуя про Аксенова немножко про его вот теорию сказать кое-что. Вот смотрите, вот мы берем какой-то предмет, вот, например, стакан. Вот если я сейчас вас спрошу, существует этот стакан или не существует, все скажут, что он существует. Ну, не думаю, никакой философик, вот же этот стакан, он существует. Теперь, если я вас спрошу, вот стакан, который я вам показывал две секунды назад, существует или нет, вы скажете, что нет. Вот, если я вас спрошу, вот стакан, который был секунду назад, это тот же самый стакан или не тот же, вы мне скажете, что это тот же стакан. И вот через минуту, через секунду этот же стакан будет этим же стаканом. То есть, по Аксену выходит так, что все тела, они, ну, начинают с этого, вот имеют не три измерения, вот мы берем стакан, потому что он имеет три измерения, длину, ширину и глубину, ну, или там, высоту. А Аксенов добавляет еще четвертое измерение, которое называют длительностью существования тела. То есть, стакан существует, но он имеет четыре измерения, еще длительность. То есть, этот стакан минуту назад и через минуту, это тот же самый стакан, это не другой стакан, тот же, он имеет еще дополнительную такую вот координату измерения. Ну, так с этого начинается. И, значит, первая позиция теории Аксенова, да, вот прежде чем говорить о нем, я вот попрошу вас сделать вот такой фокус. То есть, все, конечно, слышали там в четырехмерном пространстве уже сейчас, как современные люди, там, x, y, z и t, то есть время. Вот это забыть пока. Просто рассуждаем как бы с нуля, как это делал Аксенов. Значит, он говорит вот как, что все объекты нашего восприятия, ну, имею в виду, вот просто предметы, там, тела, вот все, что мы видим, они простираются не только в пространстве, но и во времени. Так что, то, что мы воспринимаем, это не есть целые объекты, а лишь временное сечение данных объектов. А целый объект непредставим, но он, как бы, это, вот если взять человека, это, вот, взять всю его жизнь от рождения до смерти. Все временные срезы, если сложить, вот так, как мыслено, вот всю его судьбу, все вместе, то это будет целое. Вот оно существует само по себе, где-то и как-то. Это, значит, первое положение. Дальше он говорит так, что все объекты вот этого пространственного временного мира, они пребывают в абсолютном покое, то есть там нет движения. Но в нас есть такая вещь, которую он называет воспринимающим в нас началом. Это его термин, воспринимающий в нас начало. Это иногда он называет сознанием, иногда называет я, иногда душой, иногда трансцендентальным субъектом. Так вот, это воспринимающее начало находится в непрерывном движении в направлении четвертого временного измерения. Причем, вот это воспринимающее в нас начало, оно движется также и внутри нашего тела, как цельного пространства временного объекта. То есть, тело наше, оно есть везде, такой воспринимающий момент, вот он движется там от рождения до смерти. Причем, а само время, это по Аксенову, само время, это не четвертая координата, как в физике, вот они нарисуют там Т, точки ставят. А это именно само движение этого воспринимающего начала по линии времени. Почему происходит это движение? Каким образом? Это для нас непостижимо, считает Аксенов. Значит, что такое воспринимающее в нас начало? Пару слов хочу сказать. Ну, по Аксенову тут получится так немного сложновато. Ну, примерно так. Ну, казалось бы, на первый взгляд, это то, что можно назвать субъектом, объектом, или можно назвать метафизическим я нашим, или чем угодно. Если рассуждать так, то получится, что мы не можем вообще ничего сказать о нашем вот таком метафизическом я, воспринимающем нас элементе. Почему не можем сказать? Потому что это принципиально не объект. То есть, как только мы спрашиваем себя, а что такое я, если мы даем какой-то ответ, то наш ответ является некоторым объектом, на который мы умозрительно смотрим. Это уже подмена, это уже не я. Тогда откуда мы знаем, что такое я? Мы знаем, потому что мы являемся им. То есть, как только мы перестаем пытаться сделать какую-то концепцию, пытаться как-то построить и это объяснить, а просто обращаемся внутрь самого себя и смотрим на себя, то мы, поскольку мы есть, то мы понимаем, что это такое, потому что это просто мы. В этом смысле воспринимающее у нас начало, конечно, это не объект и не нечто материальное. Но с другой стороны, Аксенов в своей теории иногда говорит о форме вот этого воспринимающего у нас начало, о каких-то измерениях этого начала. То есть, говорит о нем как об объекте. Сам он говорил, что я не буду вникать в это, потому что для моей теории это не очень важно. Так что, если вы будете читать книгу или как-то разбираться с этим, то надо понять, что иногда он имеет чистый субъект в виду, а иногда то, что можно назвать субтильным телом души. То есть, некий такой носитель, но в другом измерении уже. Вот сам он пишет, вот про воспринимающее начало что? Я вам прочитаю маленькую цитату. Такая. «Под воспринимающим в нас началом я разумею резервуар всех наших восприятий. То в нас, в чем как в фокусе соединяются все выступающие в нас, поступающие в нас через каналы наших чувств, впечатлений из внешнего мира. Можно назвать его органы восприятия. Но при этом надо напомнить, что он отнюдь не подлежит нашему восприятию. Ведь то, что воспринимает, воспринимающее не может, в свою очередь, подлежать восприятию, как глаз не может видеть себя. Можно назвать воспринимающее в нас начало сознанием. Но при этом надо бы напомнить, что движение этого сознания, наше временное движение, нами не сознается, что вполне понятно. Так как наше сознание, сознание эмпирическое, чувственное, и распространяется только на чувственно нами воспринимаемое. Воспринимающее в нас начало сверхчувственно, трансцендентально. Наконец, можно назвать это начало словом «я». Но дальше, следующее положение, что это воспринимающее в нас начало, оно устроено таким образом, что как раз оно, как призма, и создает сечение вот этого недвижного четырехмерного мира. То есть, вот то, что мы видим, вот это преломление, создает именно воспринимающее в нас начало. Оно создает иллюзию времени. Только благодаря вот субъекту, мы вот такой вот, условно говоря, вещь себе, начинаем видеть, как подвижное, движущееся, меняющееся. То есть, наш мир, наш приходящий мир, по аксёному, создается ничем иным, как воспринимающим в нас начало. И именно это начало так преломляет вечносущее, вневременное, что получается наш тленный мир. И так, по аксёному, получается следующее, что четвертое измерение – это линия времени, а само время – это движение по этому измерению, воспринимающее в нас начало. На основе этих положений аксёнов строит свою философию, которую он называет метагеометрический. То есть, он начинает исследовать этот четырёхмерный мир. Вы сразу обратите внимание на отличие от его концепции, от такой физической, научной, что в научной нет никакого воспринимающего начала, нет никакого субъекта, нет ничего. Есть только объекты. У аксёнова же есть и движение, есть и то, что создаёт время, есть субъект. Это очень важно. Так вот, первые вопросы, которые аксёнов разбирает в своей философии, таковы. Ну, их пять в первой своей маленькой книжке. Первое – это что именно совершает в нас временное движение. Второе – вопрос, в какой оно совершается среде. Третий вопрос – какой геометрический вид пути этого движения. Четвёртый – каково направление этого движения. И пятый – с какой оно совершается скоростью. Метагеометрические построения аксёнова, они довольно сложные по существу и философском смысле. И представляют собой, как я говорил, уже некий эскист троцинитального мира. Ну, это кантовская вещь себе или хадегерская сущее в целом. Пускай очень несловный, но всё же эскиз. Из теории аксёнова там сложные всякие троцинитальные углы, как выглядит всё это, он пытается представить, но это мы не сможем здесь быстро рассказать, но скажем, что там много всяких исследований. Из теории аксёнова вытекают некоторые важные следствия, просто из его философской. Первое – вытекает так, что если какое-то тело движется относительно наблюдателя, оно должно менять свои геометрические размеры и яркость. То, что потом было в теории относительности. Как я могу это пояснить? Ну, очень просто я могу пояснить. Вот представьте себе, вот мы, например, берём камень на верёвке, на верёвочку камень перевязали, и будем вот так вот крутить камень. То тогда камень, если мы быстро крутим, он представляется нам окружностью. То есть мы перестаём видеть камень и начинаем видеть просто окружность. То есть по теории аксёнова это совершенно так оно и должно быть. Или мы, допустим, вот представьте себе, что перед нами пролетает снаряд с огромной скоростью, но бесконечной, допустим, мимо нас вот так. То есть он как бы прочерчивает линию такую. И понятно, что это будет вот такая вот... То есть он теряет плотность, он становится более разреженным по ощущению. И так по аксёновой получается, что чем больше, быстрее движется тело, тем оно теряет яркость. Именно теряет. В отличие, кстати, от теории относительности Эйнштейна, где наоборот, если тело движется скоростью близкой к скорости света, то яркость растёт. Потом говорит, почему наоборот получается. У них вот. Ну, это первое. Изменение геометрии яркости тел, движущихся относительно наблюдателя. Второе. Это непостоянство скорости и направления нашего движения по линии времени. То есть вот наши воспринимающие начало движется вовсе не с постоянной скоростью. Оно меняется. Это зависит, во-первых, от нашего движения в пространстве, и, во-вторых, от скорости восприятия. Чем быстрее скорость восприятия, тем скорость движения меняется. В связи с этим, вот такое наше школьное представление о четырёхмерном пространстве, как X, Y, Z и T, вот как рисуют, оно по Аксёнову не такое будет, неправильное, потому что движение по времени гораздо-гораздо более сложное, чем просто перемещение по какой-то одной координате. Аксёнов примерно так это на словах пытается объяснить, что если мы представим себе, ну вот наш мир простой, ну такой, который мы видим, то что получится? Он говорит, что представьте себе, что мы все объекты, которые мы видим, уберём. Вообще просто все уберём. И землю, и пространство, и всё, тогда и всё уберём. То мир нам покажется сферой тогда. Действительно. То есть он нам кажется не удалённым бесконечным, а что он чем-то таким вот большим. Он говорит, что если мы представим себе, что вот такая трёхмерная сфера это то, что мы видим, а мы, допустим, в двухмерном измерении это представим как просто окружность, то направление по времени, оно может быть любое. То есть, если, скажем, возьмём четырёхмерную сферу уже с временем, а наши трёхмерные в виде двухмерного пространства представим, то тогда он говорит, что любое сечение этой сферы, оно как бы, ну вот, мы сферу её рассекаем, получаем круг, наше пространство. Вот его можно так и так поворачивать. И направление во времени в любую сторону может быть направлено, смотря какое движение есть вокруг нас. И он все эти углы, всё это тщательно-тщательно-тщательно образом исследует. Далее, по Аксёнову получается, что такое физические законы. Дело в том, что если вы физика пригласите, такого аутентичного, никакого не эзотерика, ничего, просто аутентичного, вы спросите, а что такое, где эти физические законы вообще находятся? Каким образом, вот, например, я беру там, очечник бросаю, а он падает? Почему он падает? Потому что сила гравитации. А где эта сила находится? Что это? Очечник знает, что надо упасть? Или стол знает, что его притянуть? Где эти вообще законы есть? Почему он падает? Физик ничего разумительного вам не скажет на это. Потому что, ну, непонятно. А по Аксёнову получается, что все эти законы на самом деле являются просто структурой четырёхмерного пространства. То есть, если этот очечник падает, то если мы пролоргируем это в четвёртое измерение, то этот очечник, он не только сейчас существует, но и раньше существовал, и позже будет существовать. И он представляет собой в четырёхмерном пространстве некоторую фигуру. То есть, вот, и фигуры, вот они какие-то могут быть, какие-то не могут быть, эти фигуры. И вот это и есть структура этого четырёхмерного пространства, которое он исследует. То есть, наши законы – это просто вот фигуры и сложные там образы, сложные всякие такие вот формы в этом четырёхмерном пространстве. То есть, объяснение, что такое физические законы, вполне у него адекватны и понятны. Вот. И при этом он говорит, что эти физические законы при нашем движении в четырёхмерном пространстве, то есть, при нашем следовании по времени, они могут меняться. То есть, вот, потому что мы то с одними структурами сталкиваемся, дальше мы можем с другими, не обязательно эти физические законы главнее Господа Бога и расы навсегда установлены. Они могут меняться по разным, по разным всяким законам. Дальше, углубляясь вот в свою такую философию, конечно, Аксёнов приходит к очевидным выводам, которые сразу могут там прийти в голову. Это, что такие фундаментальные реалии, которые мы здесь знаем, а именно там причина, действие, движение, возникновение и уничтожение, рождение и смерть, даже само трёхмерное пространство не более, чем иллюзия. То есть, в реальном пространстве, в пространственном, временном таком измерении этого ничего нет. Также иллюзорна здесь и наша свобода. Он сам говорит, что такое наша свобода в этом мире, это, говорит, свобода полёта пушечного ядра. Вот тут и выстрелил, и мы и летим. То есть, как бы получается тотальная предопределённость и полный детерминизм. Но это не так. Потому что, дальше развивая философию, он говорит, что эти реалии иллюзорны, но только вот в этом иллюзорном, в этих иллюзорных трёхмерных сечениях, то есть, в мгновениях времени. А для нас самих, то есть, для воспринимающего нас начало или для, как он говорит, иногда, трансцендентального субъекта, это всё есть. И там объясняет, что есть и как это есть. Ну, поскольку из его теории сразу же вытекает наше очевидное бессмертие, то тогда, как именно трансцендентального субъекта, не нашей личности, не нашей судьбы, оно вытекает. Он говорит, что это, например, свобода выбора субъекта под следующего своего воплощения, то есть, следующую форму, в которую он войдёт. Он там объясняет, что там можно это сделать. Вот. И далее, значит, вот хотя рассуждая о таком четырёхмерном пространстве, то есть, пространственном временном таком континууме, Аксёнов приходит к выводу, что в этом континууме нету никакого движения, не должно быть, там всё как бы зафиксировано и есть, то есть, всё равно получается, что какое-то движение там остаётся, потому что трансцендентальный субъект, хотя по Аксёну и не познаваем, но всё-таки как-то он движется, воспринимающий начало, оно там движется, перемещается, то есть, там всё равно есть какое-то движение, но Аксёнов говорит, оно уже другое, и в этом плане надо уже там размышлять о пятом, шестом измерениях и так далее, и так далее, уже очень сложно, но в общем, движение всё равно есть, оно остаётся и оно так. Значит, дальше я хочу сказать, что Аксёнов, он очень уважительно относился к такому философу, по-моему, психиатру и мистику Карлу Дюпрелю, и много его читал, а Карл Дюпрель как раз рассуждал о том, что можно назвать расширенными состояниями сознания, он работал с такими людьми с психическими отклонениями, со всякими сомнамбулами и прочее, которые могли предсказывать, и всё, а по Аксёну это предсказание будущего прошлого, это просто открытие четвёртого измерения, и больше ничего. И сильно уважая Дюпрель в более поздних работах, не в первых, а в более поздних, он как-то пытается совместить то, что Дюпрель говорит, и сам, и у него получаются примерно такие выводы, я могу их прочитать, ну, так просто, хотя это и совсем даже не главное, они примерно такие получаются у него, но они так выводятся, что вот трансценитальный субъект, то есть наше я или наша душа, он должен обязательно обладать чувством аналогичным зрением, а также аналогичным осязанием, в общем-то получается у него, а другие чувства, они только вероятны, но не важны, ну, и возможно, что там есть какие-то другие чувства, как у трансценитального субъекта, которые мы не знаем. потом он говорит, что трансцендентальный субъект должен обладать сознанием, но сознанием трансцендентальным, объемлющим наше. Ну, что-то похожее, о чем он пытается сказать, можно сказать так, это ну, вот, когда человек, это такая вещь, как память, у кого ясная память, кто может представить себе большой диапазон, он как бы вот входит в более широкий такой мир, а этот мир может просто открыться. Потом он пишет, что трансцендентальный субъект должен обладать тонким, субтильным телом и по своим очертаниям обязательно напоминающим наше земное. Так он пишет. И трансцендентальный субъект должен обладать реальной волей, должен обладать памятью. Ну, и дальше вопросы идут о деятельности, о причинности и так далее. Вот. Ну, примерно в таком плане. Теперь, значит, я хочу немного поговорить о пространстве времени Минковского, именно пространстве времени. И я бы назвал пространство время сознания Аксенова. То есть, не пространство время, а пространство время сознания. Обязательно. То есть, добавляется еще третий элемент. Значит, тут я хочу вот что сначала сказать, что, ну, просто различия, все это знают, конечно, потому что здесь все там или философ, или кто к этому имеет отношение находится. Понятно, что, когда наука изучает что-то, ну, она всегда изучает какое-то сущее, скажем, возьмем физику. Вот она изучает сущее. Она сначала исключает из рассмотрения то, что находится вокруг нас. всю. Она изучает неживое. Она изучает схему какую-то. Мы будем говорить, скажем, о телах, а то, что вот там живой организм, неживой организм, мы этого не будем брать в расчет. Дальше она строит теорию, исходя из вот таких ограничений. А философ, когда он рассуждает о чем угодно, он всегда должен и обязан подразумевать весь мир целиком, ничего не исключая, со всей его тайной и глубиной с полностью. Поэтому с точки зрения науки получится, что пространство и время Аксенова, оно слишком субъективно, потому что туда введен фактор субъекта и страдает, поэтому изрядная доля ненужных всяких примесей, ненаучных понятий, отвлеченных философствами и даже мистицизма. А с точки зрения философии наоборот, да, и с точки зрения пространства и время Минковского Эйнштейна получится с точки зрения Аксенова наоборот такой довольно примитивной безосновательной концепцией, которая оставляет без внимания очень существенные моменты. Итак, я хочу сейчас немножко остановиться на том, почему вместо Диады пространства и время Аксенов рассматривает триаду пространства и время сознания. Ну, тут можно на кого угодно сослаться, например, на Канта, который говорил, что без сознания, если бы наше сознание исчезло, то и пространство и время тоже бы исчезло, и их нет, потому что именно сознание создается. Можно сослаться на Хайдегера, который говорит, что пространство и время не вне дозайна, не вне субъекта, не внутри субъекта, но они относятся к структуре субъекта, то есть оно так же, как у Аксенова получается. То есть они входят в структуру субъекта, как бы так приблизительно. Ну, в этом смысле можно сказать, что, вот смотрите, даже простой пример, почему пространство и время это не объективная реальность вне нас существующая, прямо связанная с сознанием, можно так, но вот смотрите, вот когда мы засыпаем, то есть во сне на шум очень запросто создает пространство и время. Только там нет вот круглой земли, нету звезд, там другие пространства. Ум совершенно спокойно создает пространство и время, в котором во сне спокойно движемся и действуем. То есть именно сознание создает пространство и время. В реальности одно, там во сне допустим другое. Причем существует вот такая интересная закономерность, что чем больше развито сознание по Аксену и не только по Аксену получается, то тем меньше в мире остается движения и времени, и тем больше в мире получается неподвижности. Вот, например, такой тоже, ну и философ, и эзотерий, какого угодно, Петр Гемьянович Спенский был, который тоже написал книгу «Четвертое измерение», он это примерно так объясняет. Он говорит так, вот давайте вас сравним, например, животного и человека, его восприятие, вот собаку и человека. Животное при этом он считает, что ум животного, ну, разве меньше? Разум, просто разум меньше. Ну, мы с этим все можем согласиться. Он считает животных существами двумерными. Но не в том смысле, что это вот они на плоскости находятся, а вот в каком. Вот представьте себе, что там животное, например, собака, вот она обходит вокруг глыбы каменной и смотрит на эту каменную глыбу. То, что мы видим, или мы обходим. То, что мы видим, вот каменную глыбу, на самом деле мы видим все плоское. То есть, вот плоское. А уже в уме складывается представление как о трехмерном объекте у нас. Он говорит, что поскольку у собаки ум развит меньше, то она, скорее всего, не видит эту глыбу как одну и ту же глыбу. То есть, она, когда бежит вокруг нее, у нее меняются разные ракурсы, и она просто видит, как вот как бы из времени приходят новые, новые, новые ракурсы, и в этом она действует. У человека в бессознательном его уме складывается впечатление как о целом. И когда он идет о глыбе, он как-то знает, что это одно и то же. То же самое, что мы смотрим, например, на солнце, вот сходит солнце, и мы знаем, что это то же самое солнце, которое и вчера было. Потому что вот у нас есть ум. А если он развит меньше, то вот сходит солнце очень хорошо. Вот нечто новое такое. Сейчас то, что мы сейчас видим, с чем мы имеем дело. То есть, видите, что чем больше развит ум, тем больше становится неподвижных объектов. То есть, солнце, глыба, для нас становится чем-то неподвижным. А для того существа, у которого меньше разума, у которого не складывается, это вот целые объекты, оно видит много-много движения, в котором оно действует, оно как-то там живет, и все. Вот. В этом плане Аксенова интересует хорошо, а дальше как будет расширяться ум? То есть, что будет дальше? И в этом смысле вот он интересуется и Дюпрелем, и всякими экстраординарными состояниями ума. То есть, почему утопающий вдруг видеть там всю свою жизнь в один момент? Ну, есть такая, как бы в народе или не в народе поговорка. И всеми этим он страшно интересуется. Вот. Теперь давайте вот на чем остановимся. Я хотел бы сказать вот о следствии, о котором я уже говорил, а именно об изменении геометрии и плотности тел, движущихся относительно наблюдателя, в теории относительности и у Аксенова. Значит, я уже говорил, что по Аксенову все движется, то, что движется, оно растягивается и теряет плотность свою. И приводил вам пример с камушком, помните? А по теории относительности получается совсем наоборот, что, значит, со скоростью света, когда что-то летит, оно, во-первых, приобретает бесконечную яркость, становится все ярче и ярче, а во-вторых, ну, оно сжимается. Ну, во-первых, просто пару слов по саму теорию относительности, потому что, ну, тут все будет довольно сложно, потому что, ну, как вот считается, что есть специальная теория относительности, которая, это первая работа Эйнштейна, которую, по-моему, в четвертом или в пятом году опубликовал. Да, она называется как-то ЦУР электродинамик Бевекта Керпа, да. На самом деле, это маленькая работка такая, 30 страничек можете все почитать, кто хочет. В этой работе, ну, в принципе, можно что-то новое выискать, но очень с большим трудом получится, потому что там формулы все, которые переписаны, они уже были открыты другими физиками, все от первой до последней. Потом у Эйнштейна спрашивали после войны, ну, что ж вы привели там все эти формулы и не сделали ни одной ссылки, никакого ученого. Он говорит, я забыл. Просто он их собрал, вот то, что было известно, так и написал в виде статьи, оно действительно производит, ну, такое, сильное ощущение, потому что там как-то законы все меняются, действительно. Ну, как бы это Эйнштейну не принадлежит. Также общая теория относительности, ну, там тоже будет сложно, потому что, ну, вот формула ЕМЦ квадрат равна. Ну, все как-то считают, что это Эйнштейна формула. Она за 33 года до Эйнштейна прекрасно сформулирована другим была физиком, правда, на словах. А за два года в итальянском научном журнале она и в виде формулы уже опубликована. То есть, тут концов не найдешь, но их, наверное, не надо искать, потому что мы, в общем, говорим не о приоритетах, а все равно, если идея есть, она прольется там или сям. Так вот, я опять возвращаюсь к плотности тел. То есть, речь идет в данном случае, как вы понимаете, о формулы Лоренса. Вот я хочу прочитать вам маленький такой абзац, Аксенова, когда он узнал, что Лоренс опубликовал эту формулу, где тоже говорится об изменении тел, движущих относительно нас. Он пишет так. «Любопытно, что я упредил современных физиков и моим учениям о трансцендентальном растяжении и разрежении. А именно, величайший современный физик Лоренс также выставляет разделяемую другими физиками гипотезу изменения формы тела при его движении. Но этим и ограничивается его со мною согласие. По его гипотезе, движущееся тело укорачивается в направлении своего движения в отношении, ну там, единственное, корень квадрат, лизьена, в, н, и, c. Где v скорость света, а c скорость движения. С моей же точки зрения, как видел читатель, выходит как раз наоборот. Движущееся тело в направлении своего движения удлиняется. С точки зрения новейших физиков, сплющение, сжатие движущегося тела происходит в направлении его движения. С моей же точки зрения, оно происходит в противоположном направлении, в направлении, перпендикулярном направлении его движения. Такая полярность моего воззрения и воззрения представителей современной науки меня нисколько не обескураживает. И вот почему. Во-первых, здесь может иметь, и я убежден, что имеет место недоразумения. А во-вторых, гипотеза Лоренца есть все-таки гипотеза, и ничего больше. Выше проведенная его формула лишена эмпирической базы. Она получена умозрительным путем и вызвана стремлением его спасти другую гипотезу, гипотезу покоящегося эфира. Ну, примерно так. Ну, здесь действительно так, потому что вот эти формулы, в данном случае формулы Лоренца, ведь они не могут быть подтверждены никаким экспериментом. То есть, это просто так, а каким экспериментом? Ну, тогда давайте в дискуссии на это отложим. Так, Ауксенова, понятно, там как получается, я вам уже приводил эти примеры. Теперь, чтобы подходить ближе к завершению, я хочу сказать вот как, что я хотел теперь немножко сказать пару слов об истории появления вообще идеи пространства-времени. Из того, что мне удалось там узнать, может быть, я где-то ошибаюсь. Ну, во-первых, сама идея четвертого измерения, она появилась раньше, где-то в 18 веке, а может быть, даже немного раньше, но речь шла о пространственной четвертой координате. То есть, просто двухмерное пространство рассматриваем, трехмерное, и будем еще четырехмерное рассматривать. Временной аспект не рассматривался никогда. В 19 веке подробные работы о таком четвертом измерении пространственном были, например, Людвиг Шлефли, Чарльз Хинтон, вот они это исследовали. Введение временной координаты не рассматривалось, потому что время, но как бы оно имеет совсем другую природу. Ну, я вам так могу пояснить, что мы представим себе просто четырехмерное пространство математическое, но мы можем там раз и представить себе точку. Вот как в трехмерном пространстве – точка, так же в четырехмерном точку можем представить. Но если мы вместо одной координаты используем время, то точки там нет, ее быть не может, потому что что значит точка? Это значит, что что-то возникло и тут же исчезло. То есть такого мы знаем нет. Не может что-то вдруг возникнуть и исчезнуть. Там есть линии, причем там есть форма, которая не имеет начала, не имеет конца. Там совершенно другие объекты, чем в пространственных измерениях. Там совершенно другая структура пространства, которую Аксенов, кстати, исследует, которую нельзя вот так вот просто по аналогии с трехмерным пространством перевести в аналогию. То же время все равно другая природа. Первые исследователи, вот именно пространство-времени, то есть все-таки пространство-времени какие, это получается такие, что в 1797 году немного об этом говорится у Лагранжи, у его теории аналитических функций. Там всего один абзац, что вот давайте можно так рассматривать, и больше ничего нет. Потом в 1885 году, за год до появления книги Аксенова, в американском журнале Nature была маленькая статья. Вот она здесь приводится в переводе, причем неизвестно чья, там было подписано анонимно, вот какой-то S там подписано. И там именно эта главная такая концепция, но без воспринимающего начала, без субъекта она изложена. Вот, после этого в том же 95-м, да, это в 1885 году, вернее, давно. Потом в 1895 году Уэллс, фантаст, в его рассказе «Машина времени», там есть две странички, где тоже эта идея предложена. Потом идут уже ученые-философы. Больше ничего я не нашел в пространстве времени до этого. Потом идут уже ученые-философы. Но все равно получается, в 1896 год это Аксенов, его трансцендентальная кинетическая теория времени, где изложено первое доскональное исследование пространства времени. Потом в 1901 году, такой немецкий профессор венгерского происхождения и иудейского вероисповедания Мельхиор Палагю, он написал книгу «Новая теория пространства и времени», где тоже исследует пространство и времени. Дальше в 1905 году Анри Пуанкаре. Вот, и некое формальное представление пространства и времени дано его в его работе о динамике электрона. Потом 1908 год, который считается провозглашением этой идеи человечеству. Это Герман Минковский, который в его докладе в Кёльне под названием «Пространство и времени» провозгласил эту теорию и приложил ее к физике, построил всем известные выводы. И он считается первооткрывателем этой идеи. Потом в 1911 году весьма интересная книга Успенского «Четвертое измерение». Потом с 1905 по 1908 и далее эта идея уже связана с Эйнштейном, с другими физиками, с теорией относительности, у которых эта идея просто как база лежит. И дальше строятся всякие известные физические явления. Теперь я хотел бы сказать, в заключении, наверное, как раз примерно будет заканчиваться, еще пару слов о непризнании и вообще, может ли речь идти о каком-то плагиате или нет. То, что ни в свое время, ни сейчас Аксенов не получил признание, это мы уже все знаем. Ну вот я, например, так вам хочу прочитать из самого Аксена. В 1915 уже году, когда получила идея пространства-времени мировое признание, сам Аксенов писал следующее о своей теории. Вот я сейчас вам прочитаю. Он писал так. «Какой-то злой рок тяготеет у нас в России над нашими туземными открытиями и изобретениями. В оценке являющегося на свет открытие или изобретение играет у нас главную роль не внутреннее его значение, не ценность его взятого в самом по себе, а то, в чьей голове оно возникло, и будя окажется, что оно не пришло из-за моря, его встречает в лучшем случае косыми взглядами, недоверием, улыбкой, сожалением, в худшем насмечками и издевательствами. Обыкновенно же молчанием. Ну вот, проходит известное время, и к нам приходит из-за моря та же самая, что была уже прозаклашена у нас дома, только под другим соусом идея, и вмиг меняется наше к ней отношение. Мы уже не боимся обмолвиться насчет ее слов, мы говорим о ней во всеуслышании, находим в ней глубокий смысл, придаем ей капитальные значения, называем ее совершенно новую, вполне оригинальную и сделанную, уже у нас прежде открытие, превращаясь таким образом в совсем новое, первичное, тогда как на самом деле оно вторично. Так было всегда, так случилось и со мной. Когда я в 896 году выпустил в свет мою книжку «Триннициальная кинетическая теория времени», в которой произгласил совершенно новую оригинальную мысль, что четвертое измерение служит путем временного движения, на нее вообще не обратили внимания. В частности же некоторые из представителей у нас точной науки, например, один профессор физики, назвали мою теорию бредом сумасшедшего. Некоторые из представителей у нас философии отказались ее понимать, а журнальные наши рецензенты, не входя в маломайский обстоятельный разбор книги, содержащие в себе плоды напряженнейшей десятилетней работы мысли, постарались отделаться несколькими, ничего не значащими замечаниями не по существу дела. Но вот сперва немецкий ученый Эйнштейн, а затем иностранный же ученый Минковский в 1908 году приходят к тому же самому, к чему я пришел в 1896 году во зрение на время, работая в области явлений, объясняемых так называемым принципом относительности. И картина меняется. Мое воззрение, будущее провозглашено за морем, уже не кажется вздором бессмысленной галлюцинацией. В нем находят глубокий смысл, ему придает важное значение, оно оказывается капитальным открытием. У него смотрят как на эпоху в науке. Но дело, конечно, ну все, эта цитата Аксенова закончилась. Но дело там не в имени Аксенова и не в теории относительности, а в том, что все-таки теория Аксена, она гораздо более широка, потому что она все-таки рассматривает эту концепцию именно в философском, а не в зауженном научном аспекте. Теперь, вот относительно того, там, был ли плагиат, не было ли плагиат, и тут разные могут быть точки зрения, конечно, но вот я, например, согласен полностью с точки зрения Аксенова, на этот взгляд. Она такая. Я вам сейчас ее прочитаю и на этом закончу. Вот смотрите, вот в журнале Нива за одиннадцатый год в статье о теории относительности в отношении Аксенова есть следующие строки. «Говорить о влиянии на Минковского взглядов русского мыслителя, по-моему, не имеет никакого смысла, так как эти взгляды остались почти совершенно неизвестными, ввиду того, что, с одной стороны, их в должной степени не оценили, с другой же, они не были приложены к физике. Очень жалко, что в настоящее еще время физики и математики почти ничего не знают о воззрениях Аксенова на время». Так было написано в журнале. Аксенов отвечает на это так, в журнале. «Хотя я заодно с автором этих строк думаю, что влияние моих взглядов на Минковского места не имело, тем не менее сказать, что даже говорить о нем, об этом влиянии, не имеет смысла, на это достаточных оснований я не усматриваю. Почему не имеет смысла? Что мои взгляды остались почти неизвестными, это не значит, что они остались совсем неизвестными. «Раз напечатала была книга, она могла попасть в руки всех и каждого, а следовательно и Минковского, и быть им, как уроженцем России и жившим в ней в ранней молодости, прочитано». На этом я хотел бы закончить. Если есть какие-то вопросы и дискуссии, пожалуйста. Да, вот еще я хочу добавить, что… Буквально два слова. Что вот книги Аксенова, вот я, например, первый раз мне случайно попал из книги Аксенова в каких-то, наверное, 70-х годах, там в Ленинке был всего один экземпляр, вот книги как раз его первые, я его прочитал с большим интересом, а потом я его пытался взять, и там его больше не было. То есть, вот, чтобы собрать его книги, его труды, это было крайне-крайне трудно. Мы первую его книгу нашли где-то в Красноярске, нам помогли, потом в спецэхране, там, вот, в питерской библиотеке нашли вторую книгу. То есть, они буквально в личных экземплярах рассеяны по России где-то-где-то, и, ну, просто они недоступны, их нет. Я считаю, что это хорошо, что мы все-таки их собрали, вот здесь последняя книга и первая целиком, да, она из других фрагментов, все-таки его труды, вот мы напечатали, ну, оставили, вот, может быть, они интересны, может, неинтересны, кому покажется. Да, пожалуйста, конечно. Простите, а тираж из действия на техниках? Тираж Аксеновских? Нет, Аксеновских неизвестен, мы раньше никогда не писали тиражи на книгах. А? Неизвестен. Неизвестен, нет. Ну, вот все, если есть вопросы, давайте поговорим, если нет вопросов, то мы переиздали, да, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Если не получается, по порядку сначала вопрос, а потом рефлики развёрнуты, то и это... Да, если есть... АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да. Вы считаете, что между Ленковским ворсюмом и Плодочтенем есть существенная распространение в части изменилия массы и нашей расширки? Да, ну, оно так просто написано. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя все знают прекрасно, что масса сокращается, расстояние с новостью и начать не получается. Особенно хорошо. Вы стоите на стороне аксёла. С чем это представляется? Ну, а как? Пусть мне поясните, может быть, я что-то выпустил. Вы отрицаете вообще феномен изменения массы и расстояния? Нет, я его не отрицаю. Но просто а как можете вы его подтвердить? Ну, если вы не отрицаете, то есть феномен есть. Нет, смотрите. Если феномен есть, значит, права любого. Нет, смотрите. Дело в том, что ведь физика, она как пока что-то пошла. Вот сначала, когда физика развивалась, в 18 век, она была такая эмпирическая наука. То есть если мы открываем вот что-то, мы можем это проверить. То есть там по Эйнштейну бросить. А как мы можем проверить то, что сокращается масса? Никак. Теория ускорителей, все-таки верно. Ну, ускорители, понимаете, это настолько сложно правильно. Есть такие специальные эксперименты, эксперименты, которые, вот они заточены по теории. И там, кроме самих физиков, которые там сидят в этом, никто понять ничего не может. То есть они просто выходят и говорят, что вот там новые частицы квадрата открыты, они подтверждают, вы можете спокойно успокоиться. То есть это нельзя проверить. Мне кажется, он на стороне сокращения. Он согласен с ним? Нет, он не согласен, но он говорит, что он говорит, что вон направление сокращение. Да. Не вдоль движения. Будет уже именно такой же, но так, что он идет. Поперед. Ну вот, что он говорит, что здесь возможно имеет место недоразумения, то есть они одно имеют в виду я другое, то есть сам факт изменения тем и тем подтверждены, он не говорит, что вот я прав. Это я, мне так кажется просто. Рассказать цепочку рассуждений, которая приводит к тому, что раздувание происходит перпендикулярно. Он приводит там в книги. Есть какие-то? Конечно. Это и есть. То есть целое время перпендикулярно прошло отсюда. Да. Да, нет, оно приводится там в книге, но просто это уже займет не одно пенсию. Или лучше просто самим. Да, классно. Да. У Аксенова у него время иностранства это нормальные, ну, почти есть. Нет. Какие? Ну, я так отмечал немножко, что вот не надо представлять вот пространство-время Аксенова как эта четвертая, вот такая координатка, как принято рисовать X, Y, Z. Он говорит, что оно в разных направлениях может и четвертая координат, там по-другому представление немножко. Просто у меня вопрос. Вот у пространства времени Менковского все-таки время и эта мнимая, связанная немножко через комплексные... Какая разница между временной и пространственной координаткой? Еще как огромная. Они так пишут. Кто? В физике. Да кто он там? А? Кто так пишет? Во-первых, пишет сам Менковский. Во-первых, пишет сам Менковский. Во-вторых, есть такой физик Стивен Хокинг, который он пишет. Просто вот его слова, нет никакой разницы, я не могу найти, между пространством и временной. Хотя на самом деле это не так. Потому что временной другого качества. Они спокойно там дифференцируют, что по той, что по этой. Дифференцировать можно и время, конечно. Можно, да. Тут вопросы возникают всякие. Но это вот самое конец, но трансцендентальный субъект Канта, или воспринимающее начало, как вы его называете, оно может двигаться по времени туда и туда? Нет. А что его решает, если оно обладает памятью? Он говорит, что это движение, оно находится там в трансцендентальной области, недоступно в нашем мнении. Почему мы движемся, не знаю. То есть, ну, где-то, по-моему, Уэллс, когда он тоже... За год до Аксёнова, кстати. А? За год до Аксёнова. Ну, там Уэллс коротенько. Здесь ухли. Спирит еще раньше. Нет, я не знаю. Четвертое измерение, спирит табилизарный, только не со временем. Ну, еще в 158 году времени, вы, если вы найдете пространство? Ну, да. Если вы найдете, конечно, пространство. Пространство или временное? Измерение. Пространство были раньше. Временное, если найдете, вы вам признаете. Вот. Здесь в Уэллсе тоже привелась статья. Вот Уэллс примерно вот это так, то, что мы вам задали, как движется это усиленно-речное начало, он говорит, ну, представьте себе, что вот мы родились бы, допустим, на 10 километрах над Землей. Мы бы двигались в сторону Земли какое-то время. Мы не знали бы, почему мы движемся. Так и Аксенов говорит, что мы не знаем, почему мы движемся. Вот есть какая-то сила, которая составляет это двигаться, которую мы не знаем, но не знаем. А есть ли у вас представление о том, что в разных системах координат, которые с разными скоростями, время течет по-разному? Есть? Есть. То есть он, во-первых, по-разному течет, только там не в разных системах координат, оно просто, да, оно течет по-разному, даже для каждого воспринимающего. Значит, оно меняет направление, оно меняет скорость. Там все это у него вот так рассчитано и так выписано. То есть оно течет очень сложно. Причем он даже до того доходит, что, ну, как он говорит, в плане предположений таких Аксенов, он говорит, ну, хорошо, мы говорим, вот человек, да, вот, там вот его судьба, от рождения до смерти, вот рассмотрим это как четырехмерный вот такой, да, объект, ну, внешний человек, все вместе. Вот я нахожусь здесь, в каком-то срезе, в другом я не нахожусь в своем прошлом. Он говорит, исключить нельзя, что какой-то другой, там, тринадцатичный суббик движется по моему, по моей же судьбе. То есть, что вот жизнь, вот если взять жизнь, да, слепень, да, так вот, все целиком, она вот движется сплошным потоком сквозь все это четырехмерное, то есть, в мире пространство, и там вот мы, там, наша же жизнь, проживают другие, другие, прямо вслед за нами, они проживают дальше. Он говорит, ну, так может быть, но это, говорит, я не буду про это рассуждать. Ну, это интересно тоже. У него такие предположения, всякие, ну, которые он просто как предположение рассматривает. А его, в главной работе, он там, вот, вычисляет там всякие вот углы, как тела движутся относительно другого, как это будет во времени выглядеть, как там, чтобы не меняться. Сон, 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 вот, от пятерого как-то? Нет. Но, просто он там пишет, что мы должны рассматривать, вот, не просто такие, как бы, трехмерные объекты, а мы, когда говорим, сечение, то есть, вот, данный момент времени, то сюда должны быть включены, вот, все чувства, переживания, грезы, вот, все это вместе. А не только, там, вот, то, что физик горит физическими. Нет, все. Он включает, как бы, все свое. Два вопроса, один такой историко-философский. Из того, что вы рассказали, как имени Мира, Аксёнова, нора похожего, или кое-что похожее, можно увидеть в Мариатского, особенно в его общении. Да, Мариатский цитирует Аксёнова. В том-то и дело, что он его цитирует, и похоже, что в Мариатский взял на уважение кое-что увидит Аксёнова. Ну, оцена в его четырехмерном образе розы человечества. Или, там, движение времени обратно в оси. Обратно в оси. Вот это вопрос Сергея показывает, что он все на пути не занимался, да? Его направление времени не интересовало. Нет, его не интересовало направление времени. Он просто говорит, что мы не можем его управлять. То есть оно меняется при нашем движении от структуры четырехмерного пространства. Но по нашей воле мы не можем управлять. Ну, то есть, пока я говорю, одну личность, один уикол от Аксёнова, да? Ну, я не знаю. У меня это сложно, потому что Хлоренский такой все-таки уникальный философ и со своей точки зрения. Но то, что он был знаком и прористывал Аксёнова, он даже приводит ссылку на него там где-то, он там не знал. Ну, как прочим, и Дюбреля, и... Да, все это будет хорошо. Понятно. Теперь, а второй вопрос, второй, это как бы защита, что же, от современной физики. Вы сказали, что современная физика, ну, чтобы потом сравнить с подходом Аксёнова, не нуждается в субъекте. Ну, сейчас все очень стебует, я, в принципе, неопределенно. Нет, зачем? Вы знаете, я этого. Наблюдатель даже просто на инверсальной системе кандидата, это тоже то место, где находится в субъекте. И, как выяснилось, там очень много проблем возникает. Правильно. Там вот, правильно, вот просто... Поэтому я абсолютно не... Да, ну, понимаете, просто физика, она все равно рассматривает модель такую, но вот иногда получается, что ну, никак нельзя без субъекта уже. Вот там принцип неопределенности, и так далее. Там наблюдатель кража становится. А уж в микро-механике, конечно. Очень слабо, но как-то он будет, даже в его присутствии влияет на физические всякие... В сравнении с аксёновской теорией, все-таки, я думаю, субъекта не нужно играть и в современных... Ну, там, это стандартное представление. Ну, в микро-механике не нужно. Там, ну, нет, физики, физики называются наблюдатели. Или даже инструменты наблюдения, то есть присутствуют. Собое дело, что у аксёнова наблюдатель... Это мы. ...со специально выделенной, так сказать, составляющей, с его чувством времени, да? То есть, а он воссоздает время. Вот это ноу-хау аксёновская. Ну, и это ноу-хау, и... Все остальное у наблюдателя забыли. Вот, и о его чувству времени, и ощущения времени. Ну, если ноу-хау, во-первых, там это действительно наблюдатель, раз. Во-вторых, просто четвертым предметом пространства. И мы дальше понимаем. Это два. То есть, мы просто привыкли, что это как бы понятно и просто. Это уже не было. Да, и пусть еще у вас была такая же реакция на ваши вот публикации, на вашу попытку восстановить себя. Все равно какие-то есть? Надо назвать эту саду. Какие-то есть? Кто-то реагировал на книжку? Да, какие-то реагировал, потому что я там... Ну, какая-то пропаганда была, небольшая, два дела. И вот что? Ну, во-первых, какие-то люди просто звонили, которые там заинтересовались, и вот они там читали, и это раз. Ну, это так менее интересно. Там физики какие-то писали. И даже написали статью какие-то физики об Аксёново, вот у меня они есть. Да, в Троицком варианте, что ли? А? В какой газете физики написали? В физике? Ну, я не знаю, я сейчас не помню. Это какая газета в Троицком варианте? Очень хорошая, это статья. В Троицком, по-моему, нет, откуда-то... А Аксёново кто написал? Что-что? Кто написал статью? Вы знаете, я сейчас не помню, но она у меня есть, эта статья, есть ссылка, она есть в интерпретии, он откуда-то, то ли из Твери, то ли из Новгорода, какой-то там кандидат или доктор Раун. Он написал, там, у него свои события. Это изображение, и он Аксёновскую, там, вот, предложил мне вместе написать, там, физических теорий, но я не занимаюсь физикой, так. Вот он, ну, была какая-то реакция, была, но незначительная, нет, потому что... А у Левича на семинаре вы мне не подносили? Нет. У Левича на семинаре, ну, это обороны? Нет. Сталинный семинар. Я знаю, да, я знаю про эти семинары, но нет, я, по-моему, позвонил, или нет, я думаю, как-то не сложилось просто. Нет, ну, там было бы интересным процессом, ну, конечно. Ну, я думаю, вообще-то... Почему бы так? Они могут... Ну, есть моя точка зрения, я могу свою. Точка зрения не злая, но... Просто есть книжка, есть тексты, Аксёнов, вы прочитаете, она интересна или неинтересна. Просто... Ну, все равно, вы знаете, крайне интересны, просто крайне интересны. Ну, забытый, неизвестный. То есть, почему не возродитель? Известный, очень понятно. Все. Ну, можно? Вот у меня два уточняющих, как-то вопроса. Вот, первое, вы сказали такую вещь, если все убрать, то получится сфера. Это вы сами сказали, или вы цитируете? Аксёнов? Аксёнов. А вот откуда он знал? Если все убрать, то получится сфера. Ну, здесь надо опираться на ощущения, он действительно так. Ну, просто присядьте, что вы стоите там, допустим... Нет, я сейчас не могу... Нет, он так и говорит, что... А в личном согласии? Я согласен. А чувствую. Вот. Второй вопрос. Значит... Вот вы сказали про воспринимающих, там, двух в ТГ. Вот, он пишет, в своем характере, это скорость восприятия. Да, конечно, пишет. Это скорость конечная или приемость конечная? Скорость восприятия? Да. Ну, конечная, конечно. Вот что они, как говорится? Он пишет... Во-первых, у него есть специальная статья, крайне интересная, называется «Зависимость картины мира от скорости восприятия». То есть, собственно, не его статья, а перевод... Я забыл фамилию, но у кого-то немецкого исследователя, там, Максимов, от себя добавил, получается очень интересно у него. Он там просто рассматривает случай. Вот представьте себе, что... Вот мы видим картину мира, вот мы видим солнце, например, вот оно всходит, да? Представьте себе, что наше восприятие было бы замедлено крайнее. То есть, ну, у нас бы картинки менялись не там два раз в секунду, а, допустим, там в сутки раз. Да? Медленно было бы наше восприятие. Тогда вместо солнца мы видели бы полосу вот такую. Потому что, да? Вместо зимы и лета мы видели бы такую. Он описывает ландшафты в этой работе. Как выглядело, когда наоборот у нас скорость восприятия умыстрена? Хорошо. Вот у нас... Пять человеческих чувств. Пяти человеческих чувств. Скорость восприятия одинаковая? Нет. Когда мы говорим скорость восприятия, мы имеем в виду... Ну, нет, она, конечно, разная. Так. Теперь давайте. Вот скорость восприятия все-таки чувствована. Дело в том, что вот... Чувство строит так, что вы воспринимаете, где фоконенты. Так же, она дефекционная и основная. То есть, вы входите в прокурорный конкурс, и все вам ущипает, так сказать, запас. Что вы не помыкаете? Когда вы хватаете сковородку, от вас коронавирус, вы сначала ее можете принести. То есть и каждое чувство устроено из таких двух компонентов. И их скорость тоже разная. Вот об этом все эти акции пишут? Вот в том, что восприятие... Нет, он так... Я понял, пожалуйста, вопрос. Вот конкретно там разных там осязательных, обонятельных и других он не делает таких исследований. Он просто иногда отмечает, что... Ну, это другая задача. Но он иногда отмечает, что наши чувства, конечно, странные. Потому что, например, вот колебания воздуха частично мы воспринимаем как осязательный ветер, а частично как звук, если на скрипке говорят. Те же самые колебания будут. Какая разница с точки зрения физики? Никакой. Одни мы слышим, а другие мы чувствуем. То есть наши чувства такие тоже весьма странные. Картина мира от них, а самым радикальным образом зависит. И вот эту статью вот в этой книжке, она очень простая, она очень интересная, потому что именно там описаны именно картины. И как бы мы видели, если бы мы чуть-чуть побыстрее или чуть-чуть помедленнее воспринимали. Но совершенно другая партина. Такой же сам. И спорить не будешь, потому что. Вот так оно и есть. Какая традиция, по-моему, этой техники? Красное описание вот этих вот битморфоз. Ну там разные, понимаете. Вот еще там, например, мы вот воспринимаем, вот считаем, что там стол – это твердые тела. Для нас мир вот есть пустота, и это твердые тела, да? Хотя просто потому что наше тело такое, наше скорость восприятия, наши чувства такие. Представьте себе, что если бы наши тела были бы, имели бы волновую структуру, и были бы, ну, как бы изволны, тогда бы мы сквозь эти тела спокойно насквозь проходили, их вообще бы не видели, никаких твердых тел, а видели бы другие. То есть мы все волновое похожее на наше тело. То есть мир был еще бы другим, так же и по физике, и так далее, и так далее. То есть чтобы настолько зависеть именно от того, что мы находимся вот в этих ударных телах, были мы динозавры, а потом мы по другому напишнику. Это фамилий-то есть в кино. Еще мой вопрос. Был ли знаком Гурджиев с работами Арксенова? Гурджиев, я не знаю, был ли он с работами. Он скитался, наверное, для его учеников. Ну, понятно, да. Не знаю про Гурджиева, но, по крайней мере, Гурджиев, наверное, читал самого своего ученика Успенского, что все это изменит, наверное, он его просматривал все-таки книжку. Потому что у Гурджиева, например, есть такое, как бы, не то что теорема, но вывод. Он пишет, что в течение времени прямо пропорционально, буквально его словом, в течение времени прямо пропорционально количеству и качеству ассоциаций. Вот, как он пишет, то же самое. Совершенно то же самое. Ну, просто это так. Это можно, кстати, найти и не только, там, у Гурджиева Успенского обязательно их искать. Это нужно и у античных философов найти такие наблюдения, они понятные. Они есть, потому что человек, отправляющийся в путешествие, у него один день там сразу каждый недель идет. Потому что количество и качество впечатлений улучшается. Там, дом – работа, дом – работа. Там, вроде, один день прошел, а уже на пенсию пора. Ну, кстати, это есть и у многих. Вот не только в плане человеческой личности, но, скажем, если мы вот Генона вспомним, то там у него просто говорится, что, там, если брать вот такую схему, там, золотой век, серебряный и так далее, то в золотом веке много пространства, и время течет крайне медленно, там написано. А чем ближе к концу, чем все это течет вниз, тем пространство становится меньше, а время течет быстрее. То есть, ну, понятно, что, там, у современного человека, если взять, ну, такого стандартного света, амберегация, допустим, там, окончил, потом эта работа, ну, одинаково все в одной схеме, то есть все это сливается в одно, время течет быстро, а пространства никакого. То есть, в одно и то же. А в золотом, веке, народу мало, облаков много, там, пространство огромное, все течет крайне медленно, всего очень много, все такое. То есть, поэтому, ну, в общем, эта идея, вот она есть такая, насчет скорости восприятия. — Слушайте, давайте, если есть река, я… — Да, у меня есть просьба сначала в будущем, что я хотел сказать, ну, короче, у меня два замечания вот этих, хотел бы, я вам сказать. Первое. Смысл, видите, уравнение смысл теории Минковской, его соглашения в том, что, когда шла геометризация, если до Минковского мы могли бы ответить, облидевая геометрия в пространство нашего мира, то в предыдущем времени мы получаем все такие геометрии. То есть, это была геометризация в этом смысле. В принципе, первое, важно, что она входит в рассвет, именно при ее премии. Эй-4, когда он познакомился в той мере с работой Минковского, он ее не принял. Он писал, что сейчас математики сделают так, что я сам ничего не пойму в теории относительности. Только когда он начал работать над общим теорией относительности, тогда выяснилось, что без этой геометризации там принялся невозможное дело. И он пополнил свое математическое образование с помощью красного. И он вынужден был принять вот такую точку зрения, поскольку в общей теории относительности тоже есть геометризация была уже с учетом вещества, с учетом матери. Так что в этом смысле. А что касается соотношения между Аксиономом, насколько я могу сукинь прояснить, потому что я прям услышал сегодня, и те, что делает со физикой, оно напоминает мне соотношение между взглядами Ньютона и Герте на природу света и цвета. Мне кажется, что это очень похоже. Бело в том, что Герте тоже не принимал теорию Ньютона, его оптику, где он говорил о своем дороге цвета, без всякого отношения к тому, как воспринимается свет человек. И он пытался построить свою альтернативную теорию. То есть речь идет о психологии. Для этой теории имеется право существовательный такой взгляд, он естественен, он откроен, но это не только моя область. Вот, по-моему, тоже, когда мы говорим в Аксионе, то здесь тоже есть попытка понять, почувствовать. Он тоже неудобно принять теорию времени, в которой не участвует восприятие времени человека. Понимаете, что в этом есть? В этом плане это очень похоже. То есть это не есть отрицание, это есть дополнение с другой стороны. Ну, вот смотрите, вот то, что вы вначале говорили, то совершенно правильно, потому что вот, если Минковский вот этот доклад пространство и время, взять, где вот он прогнозил это, и вот работу Эйнштейна, вот первую, для этой динамики лишь счител, то в первой работе Эйнштейна там нет никакого пространства и времени. И Минковский, когда вот заявил, тоже сначала это не проносит теорию относительности, но потом, позже, постепенно, все равно это вошло, и оно потом получило имя, Минковская тематика, может, видела возможность это представить чисто геометическим миром. Это, по сути, геометрия мира без матемии, без вещества. Ну, чтобы было интеллект-этиферсти и представление Минковского. Это не обязательно было делать. И что и на двое было. Когда надо было развивать дальше теоретически, то это стало необходимостью. Без нее общая теоретически не могла быть устроена. Ну, видите, тут масса вопросов. Например, могу такой момент подчеркнуть. Хорошо, когда все эти формулы были выведены, вот Лоренса, например, и дальше. Вообще теория относительности исходит из постулатов. И один из постулатов важный, что не существует в природе скорости и высшей скорости силы. Если они существуют, то это все неправильно. Просто они из этого исходят. Говорят, ну хорошо, давайте возьмем гравитацию. Пометон, она распространяется мгновенно. Просто, наверное, пометон. Значит, дальше. Я специально исследовал, а что физики по этому поводу говорят? Они говорят разное. То есть какой-то физик написал работу в 2004 году, что он вычислил скорость гравитации, что она конечна, оказалась у него и равна скорость света умножить на 10 восьмой степени. Значит, теория относительности никакой нет. Но последние, значит, два каких-то американца с помощью какого-то, я не помню, синхрофазотрона и особого телескопа, исследуя какие-то там глазами, которые вокруг Юпитера где-то летят, доказали, что, значит, скорость гравитации конечна и равна скорости света. То ли они это делают в оправдании теории относительности. Понять я ничего не могу, значит, из их исследований. Что они там наблюдали, чего они верили? Это не очень сложно. А? Это не очень сложно. Ну, может быть, не очень сложно. Может быть, надо это все посчитать, посмотреть. Кому верить, не знаю. Но там, когда вот была, сама теория относительности развивалась, то как-то было понятно физикам, что тогда не было еще этих экспериментов. Это только в 2008 году. То было понятно, что скорость гравитации, она как-то быстрее скорость света. Ну, они так считали. Поэтому, чтобы избежать, ну, вот, как бы, момента, что теория относительства придется отбросить в жизни, то есть было специально введено, что там гравитация – это никакая не сила, никакой информации вообще нет, а просто… Это просто искажение пространства. То есть пространство, на самом деле, не такое, как оно искаженное, то есть все равно там все день движется по прямой, но только вот искаженных пространствах. То есть специальная, да, такая ангетических приемная штука, которую там ученые должны знать, вот, что гравитация – это просто вот такая другая, на самом деле, структура объективного пространства, которая не такая, как мы видим. Ну, там, в физике же разное все получается. Получается, что вообще неизвестно, что мы видим. Звезд, которые мы видим, нету. Там, вот вас тоже, мы все в прошлом, потому что пока от вас свет дойдет, вы уже до свидетельствовали. Вообще получается по физике, что, если вы стоите на ландшафте, да, вы просто стоите и смотрите на ландшафт по физике, то чем дальше от вас объект, тем больше он сдвинут в прошлое. То есть всякий ландшафт, двигаясь от вас на расстоянии, уходит и в прошлое. То есть звезды, они совсем далеко в прошлом. Там корабль на горизонте поближе, собака – поближе. То есть это сдвигается не только пространство, но и временно. Это по физике. Ну, и там много такого всего можно перечислить. У меня в этом смысле, знаете, я уж так вот, ну вот, сильно интересовал. Вы упоминали такой вот Стивен Хокинг, да. Я не знаю, он, наверное, очень талантливый, если физик, но это физик посудит. Но с моей точки зрения, вы это знаете, у меня колясочки такое ездят. Вот. Но главная его заслуга заключается вот в чем, что он пытался в многих своих книгах по физике, да, вот ее изложить человеческим языком. То есть без формулы, все, а просто вот объяснить простым людям, что физика там считает насчет Вселенной. Как там Лазарич, он двигает большой взрыв, у него есть там, там, большой, что называется, большой взрыв, и вся эта изложена теория. И когда читаешь вот эту теорию, вот просто написанную человеку, да, и, кстати, вот интересный феномен, что эти его книги расходятся миллионами тиражей, просто миллионами. Почему? Очень по простой причине, что человек, вот когда он живет в определенной мифологии, он принимает это, ну, как объективную данность, как мир. Там в средневековье вот такой мир. Сейчас современный человек, он понимает мир вот так как-то. Но простой человек, он не задумывается о своих взглядах, он не понимает это как объективность. Но если он чуть-чуть начинает там в разуме что-то, ему хочется объяснение каких-то, объяснение своей собственной точки зрения. И вот книги как раз Хокина, они как раз, Хокин, они как раз и являются объяснением, вот с элементной точки зрения, которая у нас уже генетически телевизорами, газетами и всем заложена. Поэтому к ним такой большой интерес. Хочется узнать, как же на самом деле устроено то, что вот, ну, устроено так, как он был. Поэтому, я думаю, его покупают сильно читать. Но когда читаешь эту книгу, то просто поражаешься, насколько там все белыми нитками сшито. Просто белыми нитками капитально. Круглым. Сто ширина. А это уже нельзя назвать вот физической книгой, не формулой, которую не подкопаешься, а это просто законно прикинье. Ну, просто гляньте, уж извините за отвлечение, я уже даже не буду говорить о физике, которая имеет отношение, ну, как бы, к миру, который мы видим. Но вот математика, все вообще считают, что вот нечто такое священное, к чему вообще нельзя прикоснуться, что нам строго и 25 раз все сто процентов. Я вам могу сразу несколько примеров привести из математики, которые вызывают вопросы. У меня, например. Ну, хорошо, вот смотрите, вот мы все знаем, вот пишем «н» с 3 месяца в бесконечности, да? Ну, если возьмем натуральный ряд, там, 1, 2, 3, 4, то математика пишет. У нас стримился в бесконечности, мы имеем в виду, что вот это возрастает, движется в сторону бесконечности. Почему в сторону бесконечности? Дело в том, что 10 тысяч не ближе к бесконечности, чем 2. То есть увеличивая числа, мы находимся в таком же состоянии бесконечности. Движение бесконечности при увеличении числа не наблюдается совершенно. Почему нужно дорисовать стрелку, а дальше, там, я восьмерку перейду, дорисовать совершенно непонятно. Или, например, давайте возьмем вот эту самую модную теорию, вот это, там, теория континума, да? То есть там считается так, что вот есть множество, 2, если это конечное множество, то мы будем их сравнивать по количеству элементов. Но чем больше элементов, тем множество больше. Ну, логично. И так же мы пытаемся делать бесконечное множество. Для этого введем такой критерий, как с равным бесконечным множеством, что если мы можем установить взаимооднозначные элементы, соответствие между элементами, взаимооднозначные, то эти множества мы будем называть равной мощностью. Вместо количества элементов, а это речь идет именно об этом, используется слово мощность, чтобы, ну, бесконечности не путаться. Ну, казалось бы, до конечных множеств не предерешься, так оно и есть. Но до бесконечных что получается? Как только мы принимаем это определение, именно определение, то следующая же теорема, первая, она говорит о том, что множество четных чисел точно такое же, как и множество всех чисел. То есть часть равна целым. До грека это абсурд просто. Что значит абсурд? Абсурд – это значит, что определение выбрано некорректно. То есть просто теорема доказывает некорректность определения. А вместо этого что получается? Получается, начиная с исследования. Какие больше мощность, какие меньше. Вот есть, значит, счетное множество, есть там множество мощности континума, а есть множество между ними. Значит, думал и думал, и в 60-х годах какой-то японец, значит, доказал теорему, получил Нобелевскую кремлю, что есть, значит, вот на самом деле множество промежуточной мощности. Причем ответ на эту теорему, насколько я знаю, могу ошибаться, такой, что если такое множество существует, то это ничему не противоречит. Если этого не существует, то тоже ничему не противоречит. То есть сложнейшее построение, ну, я могу ошибаться, но… Сложнейшее построение, но из того, что просто философу сразу вызывали странности. Таких масса, масса, масса можно привести в себя. Не говоря, там, хорошо, там, не знаю, математик, ну куда, ну, химия. Ну, давайте химия. Давайте… Все. Тем более, что здесь был математик, в которых вы обижаете. Да, математика всегда обижается. Мы заслужили безусловно интересный и глубокий доклад. Но автор с определенным филитетом цитировал Хайдеггера, который был, какой-то среди, пособником нацизма. И ничего не говорил о Габриэле Марселе, также зарабатывавшим проблематику трансиментального сознания. Я сейчас работаю над брошюрой Габриэле Марселе. И вот в 1957 году Марселе выступил с докладом по моим отношениям с Хайдеггером, которым он подверг его серьезной критике. А служил… Нет, это… Габриэле Марселе. Так называлась его леонзия. Он подверг его критике. Высказался, что Хайдеггер не принимает откровения Христа, что, несмотря на технологическое образование, он отходит от христианских мировоззрений, склонен к восприятию технетерманского язычества, что было, в общем-то, принято у нацистов. Он осудил его моральное падение за сотрудничество с нацистами. Также Габриэль Марселе анализировал творчество в книге. Он читал его крупным философом. Он тоже указывал моего ошибки. Вы тоже. Ну, что я могу тут сказать, понимаете? Ну, дело в том, что там Хайдеггер, он, ну, все равно, это крупнейший философ. Тут ничего не сделаешь. Ну, он был осужден, я как-то страна. Он был осужден или не был осужден. То, что он крупнейший философ, с этим не согласится трудно. А потом, ну, я его приюду просто, можно было бы у философом привезти, для вас это место. Мы же, как бы, не о нем бы поговорили. А Марселе был кавалером. Ну, да, дело в том числе. Система Хайдеггера в этом доме точно может быть. Да. Позвольте, я еще одно рекомендацию закончу. Вот мне просто хотелось для себя подытожить, где аксоновская идея, вот идея помещения чего-то очень важного и ответственного в новое измерение. Где эта идея еще фигурирует? Ну, вот у тех же вот мистика типа Хинтона, да, мы знаем, что… Там пространство не только. Там и дело, что они что-то ответственное, что-то важное, сахральное помещает в новое измерение. Вот Хинтон. Но это измерение пространства. Пространство. Вот аксонов первый, стал первым, кто вот туда… Ну, вот кроме, кроме, вот где там только три, вот Лагранш, потом Уэллс и вот… Да. Лагранш и прочее, они все помещали, называя это временным измерением, хотя на самом деле у них было точно про пространство. Ну, как у того же Уэллса, у которого… вот известный, сидевший на седле с машиной времени деятель, про то, что есть злоба времени на машину. Для него время – это просто очередное пространственное измерение. Так вот, значит, аксонов был первым, кто вот в это… Неизвестно. …неизвестно куда поместил вот время. Есть попытки сделать то же самое еще вот у одного мыслителя, которого я могу назвать, про кого он помещает туда не время, а вероятность. Вот, мне кажется, с вами об этом уже говорили. Это наш выдающийся математик и хороший философ Павел Некрасов. Он считал, что четвертое измерение к нашему трехмерию – это вот то место, где располагается вероятность. А вероятности у него лежат, в том числе, и людьминые отношения. Да, и еще один мыслитель, который… вот этот трюк, я бы так назвал, трюк помещения неизвестного или тут описуемого нами обещания четвертое измерение, и я бы назвал сюда еще Роушенбата, поясню. Да, вот это нет. Поясню. У него, кажется, публикации нет, эта тема, но он в густых беседах заявлял, что вообще для меня в четвертое измерение находится Бог. Трансигентальная сила, как-то сам. В этом, правда, он не оригинальный, но вот в наше время таких, кажется, больше нет. Другими словами, вот идеология Аксенова, каким-то образом встраиваться вот в эту тенденцию, которая, я бы написал, двумя-тремя именами, возможно, есть еще? Ну да, но я… Просто чтобы понять, что он все-таки не совсем одинок, что он не одинокий… Ну, сейчас он уже не одинок, потому что эта идея, там, через него, или, скорее всего, так и было не через него, она прошла, она физика, а есть физика уже финансовала. А вот эту физику, вот Экс, очень сомневаюсь, потому что физика все-таки геометризована. Ну, все равно… И вот здесь как раз о времени это забыли, да? О ее специфике. Ну, а специфика, да. Здесь о времени ничего, кроме того, что… Это знак минус, вот все в сигнатории простоостроения Мукроса. А за минусы ничего не было. Ну, вот… Такое произойдет соображение. Давайте и заканчиваем. Я сейчас скажу, пожалуйста. Вот я хочу, во-первых, поблагодарить Сергея Александровича за очень важную работу по восстановлению приоритетов в русской думке. Как бы там ни было, право или неправо, как что-то… Это не важно. Можно, что это забытый русский мыслитель, о котором надо напоминать, его надо знать. Потому что надо знать сейчас и Николая Федоровича Федорова, скажем, и Алексея Федоровича Лошева. То есть, большая работа, которая ведется, все-таки их знают очень мало. Сказанно мало. И за это вам большое спасибо. По физике, я хочу сказать, не могу. Ну, это даже не третий автор. Вот. А вот насчет проблемы, которые волновали от Федоров, это очень древняя проблема. И в основном еще августе. Я задумываюсь о проблеме времени, прошлого нет, будущего нет, настоящего тоже нет. И когда 55 лет назад, будучи еще студентом физмата, такие срочки написал. Кружат поэли в санточке планеты. Космос прозрачен и дик. То, чего нет, то, чего нет, превращается в каждый дик. Прошлое. Где оно? Что с тоской? Звать прошлогодний свет. Будущего не достать рукой. Будет ведь, значит, нет. Эта реальность страшнее, чем бред. Призрачнее, чем эфир. То, чего нет, то, чего нет. И это, простите, не нет. Так что акционов будет глубоким нослителем. И его забывать не надо. Надо о нем рассказывать. А там пусть каждый, кто захочет, почитает больше Эйштейна. Мне не очень понравилось, если говоря, то, что мы пытались там Эйштейна увлечить, то, что он не знал каких-то формов. Я ему говорю, что антисемитизм это не более приятная вещь, чем русофобия. И в нас в первом сознании надо понимать, что в каждом народе есть замечательные люди, есть все-таки плохие. А Эйштейн очень часто руководит именно те, кто страдает первым предоставком. Ну, это опять-таки деталь. А вообще возглавляем большинство. Вот у меня остались 4 книжечки, которые я принес сюда. Те, кому очень надо, могут ее взять. У меня есть какая-то самая. У меня здесь книжка, кстати, я познакомился давным-давно. У Василия Шмакова на первой странице. Вы знаете? Конечно. Там первая, на первую. Сразу же стало интересно, спасибо. Закончили. Коллеги, объявление маленькое. Следующее наше заседание семинара, которое Вы найдете в нашей программе, мы начинаем с 18.30. По многочисленным просьбам трудящихся мы переносим начало наших занятий на полчасика. До встречи. Берите книги, не стесняйтесь.